Вена Для Вены фиакр настоящий символ города И равноправный участник движения Вот это слева Миша А это Фигаро, венгерская полукровка Стать кучером можно только по наследству Маркус управляет фиакром 18 лет Для пассажиров он еще и экскурсовод Первое на что обращает наше внимание Идеальная чистота Которая сразу бросается в глаза и в Беларуси Посмотрите как чисто Даже окурок не выбросить на улице Таков менталитет в Вене Вену в различных рейтингах называют Одним из самых комфортных для жизни городов в мире Но вот чрезмерную социальную опеку Маркус как коренной житель австрийской столицы Считает тактической ошибкой государства У нас неправильная социальная политика Безработные получают слишком большие пособия Ненамного меньше средней зарплаты При таком раскладе Они не видят смысла искать работу Я считаю им нужно платить Только необходимый для жизни минимум А кто хочет получать больше Должен зарабатывать Судя по всему закон о тунеядцах Работающим австрийцам пришелся бы по душе Впрочем упоминание о Беларуси У нашего собеседника вызывает приятные ассоциации Беларусь богатая страна У вас наверное много полезных ископаемых По крайней мере все белорусы Что ездили со мной Были одеты в меха из золота А это место один из оазисов сладкой венской жизни Венская кухня единственная в мире Которая носит название не страны, а столицы Простая и сытная Она во многом напоминает белорусскую Шницели, штрудели и самая большая гастрономическая гордость Венский кофе-меланж и десерты В эту старинную кондитерскую в центре Вены Приходят и политики, и знаменитости Например, как нам рассказали по секрету Любимый десерт президента Австрии Здесь вафельные трубочки с кремом Ну а голливудский актер Николас Кейч Всегда заказывает здесь самый знаменитый венский десерт Торт Захер Вот кстати он И давайте попробуем отправиться на кухню Чтобы узнать секрет приготовления легендарного десерта Сейчас кипит работа над тортом на тысячу порций Для одного из матчей немецкой бундеслиги Заказы по всему миру Не зря же эта кондитерская была придворным поставщиком десертов Знаю, что в Беларуси есть шоколадные фабрики Пару сладостей я уже попробовал Если бы мы не производили здесь шоколад по собственной рецептуре То белорусский шоколад подошел бы и для нашего знаменитого торта Ну а здесь рецепт идеального сотрудничества изобрели уже давно В самом центре Вены расположился офис компании Которая уже 30 лет сотрудничает с белорусским металлургическим заводом Клаус Писец показывает книгу истории жлобинского предприятия В ней история его фамильного бизнеса Работать с белорусским заводом начинал его отец На этой фотографии он в составе делегации из Австрии посещает БМЗ в 80-х Теперь семейное дело продолжает сам Клаус Хорошее качество, отношение людей к работе белорусы позитивные А ведь там производят очень сложную высокотехнологичную продукцию И она соответствует самым высоким запросам качества Сегодня эта продукция, в том числе и с нашей помощью, уже сделала имя на международном рынке Поэтому она очень хорошо идет на экспорт Продукция жлобинских металлургов из этого офиса расходится по всему миру Годовой оборот 220 миллионов долларов Вот, например, даже при создании этих спортивных машин используется Клаус гордо демонстрирует новинки белорусского производства Это металлокорд, проволока, покрытая латунью Потом она пойдет на изготовление резиновых автомобильных шин В этой катушке ее 60 километров Тяжелая, попробуйте сдвинуть Тем временем белорусско-австрийское сотрудничество не стоит на месте Клаус Писис не только бизнесмен Он возглавляет внешнюю торговлю Вены Местных предпринимателей ориентирует на сотрудничество с Белоруссией В Беларуси хороший инвестиционный климат Существует очень много возможностей Многие наши фирмы инвестируют в Беларусь Ваши посольства и торговая палата хорошо представляют интересы Беларуси И мы тоже заинтересованы в расширении наших связей Уверен, есть большое будущее Мне нравится белорусская водка Ее хорошо привозить с собой в Австрию в качестве подарка По вкусу австрийцам и другие белорусские напитки Березовый сок, например Его австрийский рынок, помешанный на экологически чистой продукции Готов потребить гораздо больше, чем может поставить белорусский производитель Это достаточно небольшой сегмент И, в общем-то, наш продукт пользуется спросом То есть его покупают больше и лучше Он более высокого качества В последние годы Австрия один из основных инвесторов в белорусскую экономику В 2013-м, к примеру, австрийцы инвестировали в Беларусь 500 миллионов долларов Для Австрии, в свою очередь, наша страна четвертый по значимости рынок в СНГ Юта Эдтофер из австрийского МИДа рассказывает Визит министра иностранных дел Австрии в Беларусь, который прошел в начале мая Станет новым толчком для двустороннего сотрудничества Он был воспринят позитивно и Вена готова способствовать развитию отношений Беларуси и Евросоюза Беларусь позитивно развивается в политическом плане Мы много сделали для урегулирования украинского кризиса В Минске прошли важные переговоры Для австрийской экономики Беларусь второй по величине партнер в восточном регионе Есть большие инвестиции в банковском, строительном секторе И мы заинтересованы в развитии отношений Хоть в Вене и привыкли слушать музыку на каждом шагу Прохожие все равно оборачиваются на девушку со скрипкой в городском парке Юлия родом из Беларуси покорять столицу музыки отправилась после музучилища Закончила Венскую консерваторию и магистратуру Базу, которую получила у нас в Минске в колледже Я больше, чем это, не получала ни в те И если настроиться на музыкальную волну в Вене у нашей скрипачки получилось быстро То привыкнуть к австрийскому менталитету оказалось не так просто Они очень продуманные все у них по расписанию Когда ты спросишь, давай встретимся, сразу достает свою записную книжку Ищет время, то есть это может быть через месяц, может быть через два Даже просто поехать в хорошую погоду отдохнуть И найти место для барбекю или шашлыка Нужно бронировать по интернету Есть определенное место с определенным номером Виктория в Могилеве работала реставратором В Вене пришлось получить педагогическое образование, чтобы осуществить мечту Открыть детский садик Рассчитан он в основном на русскоязычных детей Но занимается детьми на русском и немецком А вот принципов питания стараются придерживаться, как в Беларуси Сегодня у нас свежеприготовленный обед На первый суп с фрикадельками На второе плов На третье компот Здесь, к сожалению, в австрийских садиках Такое большое внимание питанию не уделяется В государственные садики доставляют замороженные продукты И не исключают полуфабрикаты В Австрии садики бесплатные Родители оплачивают лишь питание и дополнительные занятия Зато такое внимание, которым привыкли окружать детей Наши воспитательницы, здесь редкость Здесь в садиках может вообще не быть тихого часа Либо детки спят на матрасиках на полу Что касается развивающих занятий Тоже в Вене не принято так много заниматься с детками, как у нас в Беларуси А это, если хотите, австрийский агрогородок Только бутафорный Это магазин готовых домов, каждый из которых только образец Впрочем, полностью готовый для жизни Со всеми коммуникациями и даже мебелью Неудивительно, что продавцы здесь приходят на работу с собаками Кстати, это инновация Дом с отдельными дверями для кошек и собак Они реагируют на чип, прикрепленный на питомца При этом экономят тепло, не распахивая основные двери Владелец компании Эрих Бенешек проводит экскурсию по своему городку будущего Все дома энергоэффективные Они еще и очень экономичны Вложенные затраты окупаются со временем Сокращая расход на дорогое отопление и воду Эрих продает лучшие образцы экологичных домов со всего мира Сейчас здесь представлено порядка 80 готового площадка и для белорусского Эрих считает, срубы, которые производят в Шклове Отлично дополнили бы его ассортимент Мы уже провели предварительные переговоры Сейчас все зависит от белорусской стороны Они должны привезти сюда дом-образец Потому что австрийским покупателям очень важно видеть дом вживую А в том, что они будут пользоваться спросом, я не сомневаюсь Анита и Норберт свой дом купили как раз в этом центре Дивиденды уже подсчитали Содержание дома обходится на в год примерно в 200-300 евро Отопление и электроэнергия за обычный дом обходятся примерно в 2000 Кроме того, это экологичный дом, что очень важно Молодая пара живет в городе Гольц Это в 60 километрах от столицы Бургенланд в гористой Австрии единственный равнинный регион Природа очень похожа на белорусскую, но побывав в Минске на чемпионате мира по хоккею, Анита обнаружила еще одно сходство Я привезла из Беларуси эту тарелку с аистами, потому что это также символ и Бургерланда, где мы живем И кепку мужу с надписью «Беларусь» Теперь это любимая кепка, и все соседи интересуются Думаю, они даже завидуют Помимо гостинцев, с собой привезла и кулинарные навыки Мне очень понравились драники, я их ела каждый день И пробовала готовить мужу, очень вкусно А еще эти места славятся своими виноградниками У Норберта это семейный промысел Он виноградарь аж в четвертом поколении Все делает своими руками Мы следим за каждой гроздью, чтобы она как следует созрела Это кропотливая работа Свой продукт Норберт мелодично называет музыкой в бутылке Совпадение, но во время нашего визита в фамильном погребе Мы обнаружили 40-летнюю бутылку вина, выпущенную отцом Норберта А на этикетке снова аисты Эти птицы в Австрии живут только в этом регионе И здесь это такой же символ, как и в Беларуси Хороший знак смеют Санита и Норберт Чем больше общего, тем больше возможностей для сотрудничества Яна Шибко, Илья Максимов, Картина мира, Австрия Продолжение следует...